Станислав Дробышевский, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова. История вкусной и здоровой пищи. Здравствуйте, я антрополог. И вот в первой лекции сказано было, что наше питание это результат нашей эволюции. Вот всю правду я сейчас расскажу, какая у нас была эволюция. Эволюция у нас была довольно-таки бурная. Ежели начать издаля, самых первых наших предков с Пурготориуса, вот он по центру тут есть, то в конце мелового периода и в начале Кайнозоя, то есть примерно 65 миллионов лет назад, это были самые всеядные существа. В то же самое время были гораздо более насекомоядные, гораздо более растительноядные, там листы, фрукты и так далее. А вот Пурготориусы ели всё, что видно по их зубам. Ну, собственно, по зубам это устанавливается. Их потомки дали довольно большое количество специализаций. То есть были, например, достаточно специализированные насекомоядные, те, которые питались нектаром, те, которые питались какими-то фруктами, те, которые как-то очень хитро питались жесткими фруктами в самых разных версиях. Ну, один из экзотических вариантов, который дожил до современности, это пирохвостая тупайя. Вот она там есть. Она питается соком цветов бертамовой пальмы. А бертамовая пальма производит этанол, теловый спирт в неверенных количествах. И по ночам пирохвостая тупайя туда бежит и наедается этого дела. Если в пересчёте на массу человека, ну, если бы тупайя весила как человек, то она выжирает за ночь примерно от 4 до 6 литров алкоголя, ну, чистого практически спирта, ей хорошо. Её причём не качает, она бежит от этих цветочков совершенно ровно. Ей нормально. Не пытайтесь это повторить в домашних условиях. То есть мораль как бы от самого начала, таких вот времён начала кайнозоя, что наши предки были самые всеядные. Все специализированные версии, какие-нибудь там ни были, они так или иначе исчезли. Ну, потому что палеоцен и оцен — это время климатического оптимума. Вся планета была покрыта тропическими лесами, от Гренландии до Антарктиды включительно. И там был выбор, там было чем поживиться. А вот в середине оцена становится всё хуже и хуже на самом деле. И потихоньку начинает холодать. Ну, вот где-то в середине оцена наши предки Архисебус Ахиллес заметно более насекомоядные на самом деле. Некоторые ушли оттуда в ещё большую специализацию, получились долгопяты, которые стали суперхищниками. То есть вот более хищных приматов на планете больше нет. Они пытаются только чисто белками практически. Ну, там что-то они растительное, конечно, могут есть, но им от этого лучше не становится. И до сих пор, собственно, долгопяты, что характерно. А наши предки где-то порядка 45 миллионов лет назад, может быть, чуть раньше, стали уже нормальными обезьянами. Это вот эосимеус, например, ну или там какие-нибудь амфипитейки, там всякие подобные. И это время, когда они перешагнули так называемую границу кая, массу тела в 500 грамм. Это такая эмпирическая величина. Если зверюшка меньше 500 грамм весит, ну, примат, то он будет практически гарантированно ночным и насекомоядным, потому что по ночам он остывает, и восполнять потери тепла он должен через большое количество жира и белка. А это насекомые, самый лучший вариант. Ну, можно там через нектар, конечно, такие тоже были, но лучше через насекомых. Ну, потому что насекомые — это чистый жир. Ну, это монгольское выражение, если что, которое, значит, очень хорошо. Но и будет питаться по ночам неизбежно, потому что именно тогда он остывает. А ежели вы становитесь больше 500 грамм, то вы можете себе позволить быть растительноядным в том числе. Маленькому растительноядному теплокровному быть сложно, потому что нужна большая пищеварительная система или какой-нибудь там очень хороший жевательный аппарат. Ну, грызуны эту проблему через жевательный аппарат решили, какие-нибудь копытные через пищеварительную. Но наши предки скакали по ветвям, и у некоторых зубы специализировались, в итоге они вымерли, а животик большой на ветках сильно ты не нарастишь. Ну, вот если 500 грамм, то уже более-менее можно. И вот начиная с асимеуса и через всяких там амфипитековых, парапитековых, это начинает усиливаться, растительная ядность. Причем питание насекомыми и всякими прочими белками они не бросают, понятное дело. Любая современная древесная зверюшка ест все, что угодно, там яйца птичьи, ящериц, там все, что хочешь. Но некоторые начинают зашкаливать. И вот, например, гонлея, мегаконина, неспроста так называется, потому что у нее очень большие стертые кулаки, которыми она грызла какие-то жесткие фрукты. Так же, как это делают современные уакари, например, в Южной Америке, которые условные родственники, ну, такие сильно условные. Но с этого момента, где-то от 45 миллионов лет назад, мы становимся все более растительноядными. И это продолжается уже в олигоценовую эпоху, когда климат становится все более и более холодным, а мы становимся все более и более крупными, ну, в немалой степени еще и потому, что появляются новые хищники и конкуренты. Конкуренты, грызуны, летущие мыши, где-то середина цены нас вытесняют, активные древесные хищники нас догоняют, ну, а от активных древесных хищников одна из стратегий спасения – стать большим. Если вы становитесь большим, то хищник, ну, до преда времени вас не тронет. Потом он тоже становится большим, но это уже после олигоцены. И вот, собственно, появляется, допустим, маленький протеопитек, который питался почти исключительно там нектаром каким-нибудь, да, а египтоопитек, который вот наш предок самочный есть, это примерно 30 миллионов лет назад, размером с макаку, и достаточно такие растительноядные, судя по зубам, то есть у него уже зубы почти как у нас, то есть это уже ранние узконосые обезьяны. Ну, какой-нибудь там плиопитек тоже листоядный, но, правда, листоядность она куда-то уже заносит. Или вот там экзотические варианты, как современные игрунки, там, карликовая игрунка, обыкновенная игрунка, в общем, неважно какая, питаются нектаром, не нектаром, вернее, смолой. То есть у них специальные такие зубы довольно мощные, которыми они надгрызают кору деревьев, там выделяется смола, и вот этой смолой они, собственно, вот так чавкой питаются. Ну, вот протеопитек что-то подобное тоже делал. Но такие специализированные варианты возможны в тропических джунглях, где есть выбор, где есть такие растения вот с этой вот вкусной смолой. Ну и, собственно, они до сих пор игрунки, что характерно с такой специализацией. Любопытно также, что есть еще тамарины, которые не умеют надгрызать, у них нету таких здоровенных зубов, но они воруют смолу у игрунок. То есть игрунки надгрызают, а тамарины пользуются. Они крупнее, они могут игрунок прогнать. А наши предки, саданиус, например, которые уже тоже ранне узконосые, но такая уже более продвинутая, такая усредненная растительноядная, самая такая средняя. Саданиус прекрасен тем, что это 29 миллионов лет назад. Общий предок, последний общий предок, мартышка и человекообразных обезьян. Ну, мартышкообразные пошли своим путем, а человекообразные стали специализированы достаточно фруктоядными. И вот с времени примерно 26 миллионов лет назад и до гораздо более поздних времен, ну, там сейчас буду еще и даты говорить, там до 15-7 миллионов лет, мы жили в тропических лесах. Ну, вообще, на планете в целом холодает, но конкретно в Центральной Африке более-менее нормально, жить можно. И есть большое количество растений, которые мы в ископаемом виде даже обнаруживаем. Например, на острове Русинга в Кении найдено довольно большое количество семян растений, вот это, собственно, оригиналы, да, ископаемое, сохранившиеся благодаря вулканическому пеплу. То есть там вулкан Кесенгири он извергался, пеплом засыпал, и то, что обычно не сохраняется, там сохранилось. Поэтому мы знаем, что проконсулы, это самый, что есть наш предок, такой прямой, ну, тут 18 миллионов лет, примерно, датировка, питались плодами каркаса, например, да, вот такой вот замечательный, таких фруктов, да, там дынное дерево какое-нибудь, там аннона, вот эта тыква бутылочная, ну, она в сушеном виде классная бутылка, а в свежем виде она съедобная вполне себе, там, горлянка. Вот, и что характерно, все эти же самые растения до сих пор потребляют шимпанзе, это их диета, и эти же самые растения используют люди вполне себе, ну, в тропиках там где-то все растет, ну, в той же Африке, допустим, да, и в Азии то же самое, все то же самое едят, и более того, эти растения нынче сельскохозяйственные, то есть уже сильно-сильно позже, уже там в неолите, в позднем, причем все то же самое было оккультурено и выращиваются вполне успешно, то есть можно считать, что и это наша родная еда, то есть вот начали с насекомых, да, вот, а здесь уже вроде как фруктики, и мы любим фруктики, более того, в это же самое время у нас разработалось развлечение зеленого и красного цвета, вообще у млекопитающих такого практически никогда нет, у полуобезьян тоже нет, а мы научились снова различать красный-зеленый цвет именно для того, чтобы видеть вот такой вот, ну, даже не то чтобы красный, а скорее оранжевый цвет, ну, вот, красный это для птичек и черный, и фиолетовый, а вот оранжевый это для нас, для приматов, ну, и надо думать, что и растения на самом деле параллельно эволюционировали неспроста в современных дождевых тропических лесах и в Африке, и в Азии до 40% семян растений распространяется приматами, то есть существование дождевых тропических лесов без приматов практически невозможно, остальные 60% птичками, понятное дело, ну, а там еще всякие там ящерицы, кто-то еще, да, это там какие-то проценты, мизерная там погрешность, по большому счету, то есть приматы принципиально важны для существования лесов, потому что, ну, на протяжении там пары десятков миллионов лет мы были, собственно, фруктоядными, дальше мы стали с деревьев слезать, где-то 7 миллионов лет назад мы начали слезать в виде там каких-нибудь сахилиантропов, да, вот ардипитек, потом 4,5 миллиона лет назад, и где-то к 4 миллионам лет назад мы, наконец, слезли с дерева и стали нормальными австрагопитеками, грацильными, при этом диета менялась вполне закономерно, ну, вот еще ранние австрагопитеки, которые слезали, но еще не слезли, ну, допустим, ардипитек, судя по и палеоботанике, а еще лучше по изотопным анализам самих этих ардипитеков, питались на 100% в лесу, то есть, в принципе, их диета от предыдущего Депроконсуловой не отличалась особо ничем, это крайне познавательно, то есть они уже слезали с дерева, но питались только в лесу, причем там много другой фауны, и там можно разложить, да, там есть зверюшки и саванны, есть лесные, есть промежуточные, эти чисто лесные, а на землю они слезали не поесть, а добежать до следующей рощи, где есть еще что слопать, а по пути, понятно, их там ждали всякие саблезубые, они как раз в это время появляются, ну, и поэтому мы бежали все быстрее, и ножки у нас появились такие вполне себе нормальные, и вот ко времени уже грацильных австрагопитеков, ну, вот Афарский, допустим, да, он самый такой ключевой вид, у нас уже диета на 50% все еще лесная, а на 50% уже саванная, и тут мы попали в такую опасную ситуацию, когда у нас пошла мегадонтия, наши зубы стали, коренные, которые маляры, резко увеличиваться, ну, здесь на этой картинке там не шибко это заметно, конечно, но тем не менее, вот у ордипитека и там всех ранних, да, более древних, зубки на самом деле маленькие, потому что фруктов там не сильно, большие зубы нужны, а тут стали расти, потому что это питание уже на 50% саванной растительностью, какие-то корни, там, корнеклубни какие-то, да, зерно, и, собственно, жевать надо больше, и жевательный аппарат усиливается, что характерно, размеры тела у них за следующий миллион лет от 4 до 3 уменьшались, а размеры зубов увеличивались, и у некоторых в итоге у парантропов это достигло апофеоза, появилась такая нормальная, полноценная мегадонтия, огромная морда, сагитальные там всякие прочие гребни на черепе для крепления жевательной мускулатуры, но это немножечко противоречит развитию мозгов, и, собственно, парантропы в итоге вымерли. А некоторые поздние грацильные астралопитеки, видимо, пытались и на мясо тоже потихонечку переходить, правда, доказательств этому совсем-совсем немножко. В местонахождении Дикика есть буквально две кости с тарапульками, сделанными вроде бы каменными орудиями труда, но это не точно. И в другом местонахождении в Боуре, где австралопитеки Гарри найдены, вон там черепушка внизу, тоже есть пара костей антилоп с насечками, тоже сделанными вроде бы каменными орудиями, но каменных орудий не найдено. То есть они использовали какие-то обломки камней для охоты на животных. Но австралопитеки этим особенно не заморачивались. Шападзе, кстати, тоже регулярно охотятся, но орудия труда при этом не сильно-то используют, иногда палки используют, но это редко. Поэтому на костях животных мы этих следов никогда не обнаружим. Так что может быть австралопитеки что-то подобное было, павианы охотятся в принципе. Но это было, если и было, то крайне редко и спорадично. То есть это вот такой растительно-ядный наш этап эволюции. К вопросу, кстати, о всяких глютенах и так далее, это время, когда мы в большом количестве стали потреблять злаки в том числе. Ну вот это не времена неолита, какое-то там земледелие, это еще времена австралопитеков, там от 4 миллионов лет, и там следующие полтора как минимум миллиона лет. Ну не только злаки, понятное дело, там в Африке много чего растет. Ну и ко времени примерно 2,5 миллиона лет назад мы поменяли еще разок свою диету. Ну и вот из книжки замечательной Роберта Фоули еще один неповторимый вид, такая вот схемочка. Ну я тут сейчас не буду долго занудно разбирать все эти там нюансы. Мораль в том, что все, что есть, нужно съесть. И если что-то растет, мы будем есть то, что растет. Если есть какая-нибудь рыба, ну съедим рыбу, конечно, она не очень классная, но куда деваться, ну она кослявая просто, да, и с чешуей. А если есть какие-нибудь там птенцы, детеныши антилоп, там кто-то помер, да, и лежит там, манит взор, то все это будет съедено. И это время так называемых ранних хомо. Мы были вытеснены из экологической ниши вот этих растительноядных собирателей гигантскими геладами, павианами, которые в итоге вымерли тоже, которые становились все более растительноядными, травоядными даже более того, но были здоровые. То есть они были 100 килограмм весом, а мы 30 килограмм весом. Ну и в итоге экологическую борьбу за травоядность мы, слава тебе, господи, проиграли. Вот, сколько, кстати, не проиграл парантропы, в итоге еще полтора миллиона лет переставали и вымерли. А мы переквалифицировались в хищников, потому что в это же самое время, вот где-то с трех, с двух с половиной миллионов лет назад происходит изменение климата очередное, становится гораздо меньше растительности густой, стало быть, намного меньше больших копытных животных, стало быть, намного меньше больших хищников, в саблезубые кошки как раз вымирают, и гигантские гиены. И мы уходим, спасаясь от конкуренции с гиаладами, в экологическую нишу среднеразмерных хищников. Но настоящими хищниками мы, опять же, слава богу, не стали, а стали такими вот собирателями, ели все подряд, но стали много потреблять мяса. Вот, допустим, из конжиры, кости антилопы, и они со следами орудий, потому что это уже время изготовления орудий, мы становимся хомо, у нас начинают расти мозги, и вот эти кости с следами орудий не те кости, на которых следы зубов хищников. Хотя иногда и по-другому было. Допустим, в Кообе Фора найден скелет бегемота, который завяз в болоте, ну все по-чуковскому, его съел лев, а после льва пришли люди, и что осталось, дошкребли этими своими орудиями. То есть подальничество тоже было. Но, кстати, оно, в принципе, выгодно, потому что если есть какие-нибудь здоровые кости, ну тот же бегемот, слон, там наверху слон-река, например, скелет, то ни одна гиена не разгрызет кость слона никак, даже если она супергигантская гиена, тем более, что гигантские как раз в это время вымирали. А человек булыжником раздолбает, и более того, и бактерии внутрь кость никак не проникнет, то есть она гнить не будет, ну и можно прекрасно там раскурочить мозговую коробку, толстые кости, да, и там мозги высосать. Очень приятно. Ну вот у Валдувая так они, собственно, и сделали, и там же орудие накидали. Иногда что-то было там сильно скромнее, как, например, вот в Валдувая ежика съели, и статью прекрасную на эту тему там народ написал, там два вывода было гениальных, что, во-первых, перед тем, во-первых, это точно не падальничество, потому что, ну, чтобы падаль езжает, как совсем позорно, а во-вторых, перед тем, как съесть ежа, судя по распределению вот этих вот надрезок, они сняли с него шкурку, кто бы мог подумать. Ну иногда везло больше, да, вот там у нас, допустим, уже за пределами Африки в Ленцовском карьере съели верблюда, вот, в Багатырях Синие Балкино, там они гигантских носорогов, осмотериев, в Анголе вообще подвезло в какой-то момент, в НУГ-5 съели кита 16-метрового, ну его там, понятно, что они поймать еще не могли, там волна его выкинула, но тем не менее. Но вот это вот обилие мяса, да, приводило к увеличению размера мозга, и у нас мозги стали расти, потому что нужно охотиться, делать орудия, для этого нужны мозги, а мясо дает калории, и жевать его надо меньше, потому что там нет целлюлозной клеточной стенки, и, соответственно, жевательный аппарат уменьшается, мозги растут, ну красота. Ну и растения не забывали, вот, допустим, зубы индивида лодовайского гоминида 16, который очень любил такие не сильно спелые фрукты с кислинкой, и в итоге, ну а кислинка это кислота, она проела ему эмаль зуба, у него болел зуб, от этого он жевал одной стороной челюстей, ну где не болел, в итоге у него перекосило голову, и мозги тоже были асимметричные, такое тоже бывает. Ну, так что если вдруг кто-то любит точить с кислинкой, то задумайтесь еще разок. Ну и в последующем, соответственно, архантропы продолжили всю эту историю, да, допустим, в Китае там 30 стоянок, где охотились на детенышей носорогов, в Гамборе там бегемота съели, в Тренили моллюсков двустворчатых, ну это такая себе еда, но тем не менее в Пенинже, полтора миллиона лет еще, да, в Танзании, там вот распределение добычи хищников и гоминид различается, и видно, что мы активно охотились, а в Гешербинут-Якове они и орехи кололи, и рыбу ловили, там древнейший вариант, ловли рыбу вообще, и много-много там огромный список растений, которые они потребляли. То есть, опять же, растения никуда не исчезли из диеты, только они хуже сохраняются очевиднейшим образом. У препалеоантропов, опять же, слоны, но здесь уже препалеоантропы, это время полмиллиона лет примерно, даже меньше там 400-300 тысяч лет назад, когда они уже становятся очень хорошо вооруженные, уже нормальные копья, уже такая поздняя шельская техника, и начинаются вот огромные завалы костей, в Шененгене там лошадей они охотили, да, со слонами, в Греции, и в Таральве-Амброне, и еще в Аридосе слонов, вот, ну и растения, опять же, не забывали. Вот Брокенхиле ужасно стертые зубы, потому что он ел какие-то корневища из земли, и у него с носом зубов страшенный, потому что прям с землей все это ел, ну а поскольку все это находилось там, где в почве очень много свинца и цинка, его нашли при разработке свинцово-цинкового рудника, у него было отравление тяжелыми металлами, и в итоге у него был кариес там на все зубы, вот, его еще в детстве тыкнули копьем в висок, он был глухой, короче, ему не повезло, в итоге он упал в пещеру и убился, ну вот, ну это несчастливый был человек, но тем не менее. У неандертальцев перекос был в обратную сторону, то есть все, что мы знаем про неандертальцев, что они были суперхищниками, ну не как долгопяты, конечно, но тем не менее, мамонты, вот на Ближнем Востоке в Сирии, допустим, верблюды, да, там, лани, лошади, олени, но если еще не хватает, другие неандертальцы, это тоже еда, в принципе, ну и каннибализм у неандертальцев на каждом шагу, но на удивление, хотя мы когда смотрим, да, там, по, допустим, изотопным анализам, получается, что неандертальцы были хищнее, чем пещерные львы, и что вообще трудно, на самом деле, сделать, быть хищей пещерного ляп, потому что он, кроме мяса, вообще ничего не жрет, вот, ну можно есть самих львов, как вариант, и более того, у нас, как минимум, два доказательства таких есть, что они охотились на львов, но при всем этом и всякую мелочь они тоже уважали, ну, тоже охота, да, какие-нибудь там горлец кролики, но и растения тоже, допустим, по фитолитам зубного камня неандертальцев, мы знаем, что они ели сорга, ну это веник, по сути, да, финики вот на Ближнем Востоке, и даже варили ячку, она же, в общем-то, перловка, то есть ячмень, вареный в воде, 40 тысяч лет назад такое тоже есть, но там побольше 40, вот, то есть даже суперхищные неандертальцы в ледниковом климате, ну, а это вот конкретно, да, это довольно-таки холодный уже климат, находили растения и питались ими, ну и, наконец, неоантропы, то бишь мы, сапиенсы, тоже, если вот смотрите затопные анализы, такие же хищные, как неандертальцы, это если в ледниковом климате в Европе, ну и свидетельствах хищности полным-полно, вот в Солютре, например, завалы костей северных оленей на несколько гектар метровым слоем лежат, там по некоторым подсчетам 100 тысяч лошадей было прибито, ну, там за 20 тысяч лет, но тем не менее, и олени, и медведи, вот внизу, да, и мамонты в Дольних Вестойницах, и замечательнейшее изображение, ну, вот мою любимую из Шанселяда, да, где прям картина маслом, бизон, рожки, ножки, и вот компания сидит с одной и с другой стороны, ну, тут как бы не ошибешься, вот, ну, иногда, правда, все это заносило, допустим, человек из Лебешона пошел охотиться на медведя, и, в общем, вот так под этим медведем и остался в пещере, вот, но бывает, но растения, опять же, не забывали, и мы в эпоху верхнего палеолита были такие супер-супер хищники, вот, вот, и, да, вот изотопный анализ, вот это питание козлов-оленей, это волков пещерных львов, а это как бы мы, вот, но это когда совсем все плохо, и когда мы в ледниковом периоде, а когда мы не в ледниковом периоде, то, в принципе, наша исходная диета, это все подряд, как вы поняли, то есть мы в процессе своей эволюции питались и насекомыми, и растениями, и моллюсками, и рыбой, и мясом, и каждый следующий этап нас выводил на следующий уровень, вот, поэтому ешьте все подряд, главное, не передайте, как, собственно, вот в первой лекции было, да, и тогда все станет хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень познавательный экскурс в древнюю историю. Это вызвало такой вопрос. Вот если продолжить, знаете, как любят фантасты или визионеры, сначала глянуть назад в историю, а потом посмотреть вперед, а что нас ждет впереди. Если вот мы такие, какие мы есть благодаря вот этой истории, а если мы оттолкнемся от сегодняшнего дня, мы уже по-другому едим. Порой нам даже не нужно бегать и охотиться за едой, достаточно нажать кнопку. Уже есть предложение, когда говорят, давайте не будем жевать, мы просто дадим вам готовые смеси, полностью сбалансированные, все прекрасно. Какими мы будем через 100-1000 лет? Ну, предсказывать будущее довольно проблематично, потому что практика предсказаний показывает, что все предсказания не сбываются, потому что я сейчас предскажу, скорее всего, не сбудется. Но изменится точно наша морфология, от зубов до, я не знаю, прямой кишки, и там всякая печень, там чего угодно. Но это пойдет через отбор. То есть если мы будем менять свою диету как-то достаточно радикально, то мы не приспособлены к ней, наша диета, вот то, что я показывал, но вот это мы должны есть, потому что к этому мы приспособлены. А если она будет какая-то другая, нам будет плохо. И вот предыдущий разговор про норму и здоровье, и мы как бы, да, будем нормой, потому что это будет среднестатическое, но здоровьем это не будет, и многие люди будут страдать. Другое дело, что медицина позволит им выживать, наверное, может быть. И через некоторое время, да, у нас там, не знаю, зубы редуцируются, они у нас так редуцируются. То есть у нас вот третий маляр уже там, ну, в половине случаев отсутствует умное множество людей. Вот пищеварительные, ну, вообще у нас животик подтянулся, это я тут пропустил. Мы с того момента, как примерно 400 тысяч лет назад стали активно жечь огонь и готовить пищу на костре, у нас ширина таза уменьшилась, а это размеры пищеварительной системы. То есть, ну, про кишечник мы, конечно, не знаем, но мы посчитать можем, да, и там грудная клетка стала уже гораздо. То есть мы стали стройнее. Ну, и дальше пойдет, может быть, туда же. Вопрос, насколько технологии это позволят. Я сомневаюсь, что наши высокие технологии с йогуртами всякими, да, и питание через трубочку протянут на десятки тысяч лет, а столько надо для эволюции. В ближайшее время нам это не грозит, но задуматься о наших потомках стоит. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень увлекательно.